здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале мы с вами в паду и посмотрим как утепляемся мы здесь в италии у нас кстати солнечно но достаточно прохладно сколько градусов но зимой легкие точнее ночью легкий минус минус 3 возможно а днем на солнце возможно даже плюс 12 14 а в тени соответственно плюс 8 в италии очень сложно ориентироваться на то как одеты люди на улице это значит что ты не можешь выглянуть в окно посмотреть а вот там легком пальто идут либо наоборот пуховик надели соответственно я оденусь также все зависит от того куда вы пойдете в какой части города вы будете находиться насколько длительной будет ваша прогулка потому что в италии например если на площади ты находишься и площадь полностью залито солнечными лучами там достаточно может быть тепло можно и в кафе на улице сейчас посидеть как сделаю я сегодня а если ты идешь и знаешь что эта часть города тенистая а в италии очень многие города построены таким образом и падаю не исключение чтобы сохранялась тень прежде всего в жаркие дни соответственно лучше утеплиться поэтому кто-то в шубе кто-то в легком пальто и опять же вот когда я вижу человека в легком пальто либо очень легко одетого я совершенно точно понимаю что он вышел ненадолго то есть нет ощущения как мне кто-то также писал в комментариях что вот есть только это пальто и зимнего пуховика не имеется нет скорее всего захотелось одеть легкое пальто человек не собирался долго гулять поэтому он действительно легко оделся именно поэтому на улицах италии вы можете увидеть вот действительно в легком пиджаке жакете кого-то кого-то прямо-таки в шубе очень много элегантных луков сегодня я увидела сегодня суббота у меня есть ощущение что нам до сих пор нельзя гулять по историческим по историческому центру любого города даже если мы в нем проживаем но сегодня сегодняшний стрит стайл это была съемка через спины я это называю стрит стайл через спины потому что очень много стрит стайлеров и очень много людей заснять кого бы то ни было крайне сложно иногда прямо-таки даже не получается не знаю что я люблю больше когда стрит стайлеров мало их можно хорошо заснять либо когда стрит стайлеров много и людей многое заснять ничего не получается ну что ж вдохновение нам ленту бежевые молочные очень хорошо смотрится с оранжевым с коралловым также оранжевый цвет вообще трудно найти и если мы добавляем третий цвет коричневый цвет виски цвет джон и карамель это очень красиво я взяла себе на заметку сочетание тэнди с розовым у меня есть розовый свитер нет розового шарфа но возможно он есть у вас и возможно есть просто пальто цвета camel camel плюс голубой плюс розовый очень хорошо смотрится тоже всегда часто меня просят показать головные уборы могу сказать к моей огромной фэшн радости вернулись шляпы вернулись шляпы сегодня я видела очень много модниц шляпах сама среди их числа потому что шляпы мне очень нравится и шляп традиционно было всегда много в италии вот как становится холодно шляпы появляются посмотрите очень интересный пример когда образ контрастный это левый образ смотрится более выигрышно чем правый образ посмотрите правый образ он не полностью светлый а если бы здесь был не голубой свитер свитер цвета пальто допустим кстати обратите внимание на белую рубашку под свитером это всегда очень красиво очень функционально тепло так вот если был бы свитер цвета пальто либо цвета вельветовых брюк этот образ был бы полностью светлым он был бы более выигрышным а когда образ не так и не так то есть недостаточно контрастный но и не светлый он обычно проигрывает так ради этой группы стритстайлеров мне пришлось встать и быстро расплатиться за кофе даже сказать вы знаете вам 10 евро оставлю потом вернусь за сдачей говорю мне нужно быстро быстро поздороваться поздороваться вышла из кафе и долго наблюдала за синьорой потому что я увидела ее издалека боялась что она уйдет но на синьоре шляпа которую я мерила это борсолино и я ее не купила потому что мне показалось что форма шляпы и ширина полей слишком широкие поля а форма недостаточно мужественная недостаточно мужская я люблю и всегда говорю что если это ваша первая шляпа она вам вам нравится идея носить шляпы приобретайте модель с не очень широкими полями и модель который будет вот действительно мужская либо прямо-таки из мужского отдела и могу сказать что эту шляпу я не купила но на синьоре мне очень понравилось даже шубой казалось бы яркого цвета смотрелось очень органично ну что ж сажусь пить кофе сегодня можно было попить кофе на улице было достаточно тепло и не могу нормально пить кофе спокойно очень много сегодня красиво одетых людей люди вышли погулять люди с удовольствием стоят в очереди в магазины я такого не видела давно на самом деле такого никогда не видела последний раз я подобное наблюдала в аутлете куда были очереди в любой магазин и вот сейчас очереди в магазины потому что многие покупают подарки у меня всегда возникает вопрос откуда деньги у людей потому что но действительно работы меньше зарплаты меньше мы живем наш регион живет за счет отелей туристического бизнеса наверное всего 30 процентов отеля открыты и я вижу очень многих людей я знаю что они работают в сфере ту туристического бизнеса в сфере отельного бизнеса они дома сидят потому что но потому что отели закрыты но тем не менее тем не менее настроение праздничное чувствуется многие с пакетами многие стоят повторюсь в очередь в магазин радостно так стоят обсуждают что-то я ни в один магазин сегодня не попала но мне и не нужно было мы все подарки покупаем через интернет вообще очень много покупаю через интернет мне кажется я все покупаю через интернет кроме продуктов повторюсь очень много шуб и шубы даже коричневого цвета этот цвет обычно ассоциируется со старомодными шубами вот кстати пальто как я мерила на сеньоре как я берила недавно в магазине every day коричневые шубы очень часто ассоциируются со старомодными шубами но коричневые шубы, как я говорила, в Италии очень популярны. И консультант из магазина шуб подтвердил мне, сказал, что итальянки любят шубы классических цветов. Это серые, это коричневые, это черные шубы. Цветных расцветок из экзотического меха предпочитают обычные иностранки, в том числе русские женщины. Они, как мне было сказано, являются большими ценителями и больше разбираются и могут оценить косоту меха разного, в том числе окрашенного. И опять же, возвращаясь к старомодному якобы коричневому цвету, черному цвету, могу сказать, что прекрасно эти шубы смотрятся с брюками, со стрелками, либо с брюками современного силуэта палаццо. Очень часто я вижу брюки палаццо не классические, а вот трикотажные, тоже недавно я мерила подобные брюки. Действительно, убеждаюсь в который раз, что если вещь не очень модного силуэта, цвета, фасона, допустим, если замиксовать ее с вещами, которые ассоциируются с модой здесь и сейчас, то получаются очень-очень интересные луки. В следующей подборке покажу вам девушку. Она была в дубленке. Вот дубленка, как в 90-х мы носили. Очень мне она не понравилась. Наверняка куплена в секонд-хенде. Опять же, это пример того, как можно миксовать вещи. Ну что ж, немного нам вдохновения бежевый плюс белый. Кстати, вот такие мягкие брюки я имела в виду только что, когда говорила. И вы знаете, это витрина... А, кстати, снова белая рубашка. Я так люблю белые рубашки в зимних аутфитах, когда видно воротничок, когда видно воротничок, допустим, даже через шубу, точнее, с подшубы, если мы не носим шар. Кстати, вот эта витрина очень дорогого магазина. Я там делала примерки. Это видеолук. А витрина до этого, которую я вам показала, это витрина недорогого магазина. Ну и вот посмотрите, пожалуйста, вещи смотрятся, на мой взгляд, примерно одинаково. Действительно, все зависит от того, как мы их миксуем. Очень много тедди-вариаций на тему тедди. И тедди стали цветными. Если в прошлом году я видела много белых тедди и вариаций на тему, и также много цвета camel в исполнении версии пальто тедди, то сейчас очень много голубых тедди, бежевых, розовых. На самом деле, все цвета, которые только можете себе представить, они все встречаются. Много натурального меха. И много натурального меха не только на сеньорах слегка за. Наверное, даже непонятно, что я пытаюсь иногда заснять. Парень был очень классно одет, но мне очень носки его понравились. Со спортивной обувью классные были носки. Не спортивные, цветные яркие. Но вот на самом деле, сегодня как-то так, стрит-стайл через спину снимать было действительно тяжело. Но, повторюсь, огромное количество людей было одето действительно очень и очень интересно. Мне прямо-таки будет интересно прочитать комментарии к этому видео, потому что сегодня необычная съемка без солнца. У нас пасмурно, солнце то выходило, то пряталось. И я всегда говорю, что когда стрит-стайл снимаешь в солнечный день, он смотрится гораздо ярче, он смотрится гораздо интереснее, хотя вещи могут быть вот прямо-таки одни и те же. Ну что ж, мои прекрасные зрители, надеюсь, что все-таки, вот сейчас, кстати, солнце вышло, вы найдете для себя какие-то интересные идеи. И если разобраться в этом видео, в этой подборке, нет сложных луков. Их все можно разобрать и разложить. Это либо контрастность, либо полностью светлые луки. Это наличие брюк со стрелками, которые очень собирают и структурируют любой образ, так же, как белая рубашка, хотя в этом стрит-стайле ее нет. Очень много пальто, очень много шуб, ну, в общем-то, все примерно так же, как и везде. Но с итальянской, с итальянской фэшн-смелостью, которая позволяет действительно тривиальным вещам, обычным вещам выглядеть несколько иначе. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь одеваться ярко и смело, даже когда очень холодно и наряжаться не очень хочется. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...